здравствуйте дорогие мои сегодня с вами галина сегодня я испеку два пирога дрожжевого теста значит одна начинка будет рыба такая потасу с луком с сыром а другая начинка будет вот она такая не втрачненько рыбешка значит здесь потасу сыра поет луком там сыр и ливер домашний другая начинка по берем мы берем мы берем берем что-то мы берем так топ стоять тесто дело я магазинное тесто трещевое слоеное магазинное ну что будем раскатывать и но у нас почти уже дошло вот еще от морозилки попробуем раскатать небольшие пластинки попробуем раскатать его конечно потоньше самое тесто это не заводила никогда не делая заводила заварное дело трещевое без трещевое пирожковое удобно а вот это нет можно было конечно при желании это можно делать как-то я до магазина раскатаем сравнительно есть у меня начинки немного пока я один пластик маленько раскатала сейчас другой раскатаю чтобы у нас был одинаковый посмотрим маленькая еще и подтаяла конечно еще подтаять но они у меня постоят на листике на два одинаковых вот примерно мы две пластиночки раскатали на тоненькие берем нашу рот и не один так берем нашу рыбеху вилочка вилочка пике она мне не траченькая такая такая худоточная рыбка я ее почистила прямо луком я и в общем поставила лук репку я мелко покрошила сюда же кинула черный перчик вот перемешиваю это все и будем выкладывать как мы еще ручками тонкие тонкие сильно тонкие будут ну пусть он будет у нас такой тоненький объемный как повариха так сейчас я точку вот это вот я взяла лопаточку лопаточкой и будем мы это все давайте-ка вкладывать так вот а можно у нас ручечки есть прямо так вот берем ручечками о какой будет у нас так маленькая еще поближе краешку о какой пырок будет будет такой объемный ну что страшного он будет объемный испекется он быстро а где у меня тряпочка видите как хорошо классненько берем нашу тряпочку теперь я беру сырок отверху просыпаю прямо сыром сыр тоже любой ну сравнительно мягкий конечно мягкий сортов и сильно твердый видите как хорошо будет классно да классно берем наш ножичек берем сюда и делаем на третики носички так вот примерно и сюда же накрываем его натягиваем давайте-ка сюда встанем чтобы не мешалось вот все сначала руками мы вот это вот все залепим краешки наши а маленькая я смазала литики маслом все равно растительным так хорошо чтобы он у нас берем вилочку сейчас и вилочкой мы еще и вну вилочка вилочка ау так вот берем аккуратненько и вилочкой вот классненько будет да вот такой пирог можете бездрожжевой брать чисто можете сами делать ну сами самим конечно это долго первого раза сильно не получится это надо практика чтобы была видите как классненько так теперь я беру яйцо 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 я смажу было желтком но а я чисто яйцо ну сейчас постоит минут пять у меня духовка там хорошо нагреется и в духовку так это мы пока убираем пять минут уже постоял он можно пополе и в духовочку идем ставим так первая партия пошла где-то примерно 180 градусов пусть стоит пока этот у нас стоит пойдем другой раскатывать наш пирог ну а я вторую пачку тесто будем его раскатывать и по такому же сценарию также раскатываем второй раскатаем пласт пласт такой Маринка, надо было еще это повешать так, выложила я еще один пласт а как у меня ложечка ложечка на другой листик значит, берем мы начинку начинка у меня здесь значит, отварные перекрученные печенка говяжья ой, длинная, потом легкая говяжья и мяско говядина, о как у меня там еще немножко осталось этого ливера я хочу делать вареники но это потом будет когда-нибудь поморозила к чему не будет в общем во втором пироге у нас будет вот такая начинка потеряла Галя ну что, берем лопаточку или вилочку а у нас вот чем и распределяем мы паршик в ливер наш по нашему пирогу так на краешке тоже а то потом краешки будут у нас пирогу здесь и лук кстати еще лук, соль, специи ну специи по желанию здесь у меня накидала видите, как классно вот как-то так у нас сыр остался берем наш сыр и сюда же сверху паршика вот такая начинка также делаем и носички носички произвольно можно сделать их как-то так ну теперь нам это надо сюда накрыть наш перезок оп так так же краешки мы сначала ручками придавливаем так вот чтобы у нас задачка-то сошлась так вот дорогие мои любезные так теперь берем нашу вилочку вилочка ау так же мы делаем вилочкой вот прямо хорошо краешки вот так вот будем так же смазывать яйцом курячим надо было желтком потому что чтобы вот это отопление тянулось так называемый белок ну ладно ну ладно здесь будет пожелтее потому что вообще курить это какие-то не желтые ведь кратители ну все тоже его нит на нижнюю эту тоже в духовочку наверху у нас стоит и там пирог опачки 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 все путь доходит до готовности все дорогие мои вытащила я пироги готовы они у нас теперь мы будем нарезать отрезали нашим часть пирогов вот видите они у нас пропеклись они тоненькие и начиночка хорошо пропеклась такие вкусненькие у нас пироги получились тоненькие они у нас как пицца всем приятного аппетита дорогие мои готовьте пожалуйста подпишитесь на мой ютуб канал рецепты внутри мамы всем пока пока до новых встреч